Саговники или цикадовые – это класс голосеменных древесных растений. У многих саговников стволы клубнеобразные или редьковидные формы и скрыты частично под землей. Некоторые саговники имеют простой колоннообразный ствол до 18-20 метров высотой, на вершине которого образуется крона крупных до 3 метров длиной перистых кожистых листьев. Листья через 1-2 года отмирают, причем пластинки их отпадают, а основания черешков остаются на стволе, образуя как бы панцирь. Все современные саговники двудомны. Размножаются при помощи мега- или микроспор. Опыляются при помощи ветра. Мегаспорофилы развиваются на вершине ствола и напоминают по форме либо недоразвитые листья со светло-желтой окраской, либо женские шишки. Микроспорофилы развиваются на мужских шишках, которые мельче женских. Саговники растут в тропиках и субтропиках обоих полушарий. Это древние растения, имеющие большое сходство с палеозойскими семенными папоротниками. Саговники отличаются большой живучестью и долголетием. Вследствие сходства саговников с некоторыми пальмами их нередко называют саговыми пальмами. Эмболотерий. От греческого животное таран. Это ископаемое непарнокопытное животное, жившее в Азии на территории современной Монголии в эпоху олигоцена. Эмболотерий по внешнему виду напоминал носорогов, достигал размеров современных слонов. На передней части морды у эмболотерия было подобие лопатовидного рога. Американский палеонтолог Генри Осборн, впервые описавший это животное в 1929 году, сравнивал рог с тараном. Рог был полым и довольно хрупким. На его вершине располагался носовой отдел. Эмболотерий обитал на болотистых равнинах и берегах мелких озер. Питался растительностью. Явор. Клен белый, клен ложноплатановый. Это дерево семейства кленовых до 40 метров высотой и до 150 сантиметров в диаметре. Листья пятилопастные, крупные, сверху темно-зеленые, матовые, снизу сизовато-белые. Цветки в длинных свисающих кистях желтовато-зеленые. Крылатки крупные, с толстыми шаровидными семенами. Явор растет быстро, развивает мощную корневую систему. Кора молодых деревьев серая и гладкая. У взрослых чешуйчатая и отслаивающаяся. Явор более светлолюбив и теплолюбив, чем клен астролистный и клен полевой. Это дерево распространено в Средней и Южной Европе и на северном побережье Малой Азии, в местностях с влажным мягким климатом. Растет на Черноморском побережье Кавказа, где поднимается в горы до полутора тысяч метров над уровнем моря. Явор разводится как декоративное дерево. Некоторые культурные сорта имеют красивые оттенки молодой или осенней листвы. Явор хороший медонос. Твердая белая древесина явора с шелковистым блеском используется для изготовления музыкальных инструментов, паркета, мебели и других целей. Предположительно, старинное выражение гусельки мировчатые означает, что гусли сделаны из явора.